здравствуйте уважаемые студенты начнем сегодняшнее лекционное занятие тема эксплуатационные качества и свойства основные показатели и измерители трактора и транспортных средств для этого составим план 1 технико-экономические агротехнические общие и особые группы эксплуатационных качеств второе эксплуатационные качества и свойства трактора и транспортных средств и их измерители тракторные агрегаты работают в различных природно-климатических условиях поэтому к ним предъявляются весьма разнообразные требования для удовлетворения этих требований которые иногда противоречиво необходимо наличие ряда эксплуатационных качеств характеризующих комплексе эффективность работы трактора в тех или иных условиях трактор и транспортные средства сложные подвижные энергетические и транспортные средства используемые для комплекса механизации сельскохозяйки для для выполнения работ с различными машинами и орудиями для выполнения работ на строительство каналов коллекторов дорог и другие для перевозки грузов и пассажиров запасных частей и другие свойства это характеризует какую-либо одну сторону машины выявленную во взаимоотношения с какой-либо стороной другой машины например устойчивость трактора работающие в горной местности они имеют устойчивость лучше чем трактора работающие на равненной местности качество это совокупность свойств составляющих такую определенность машины которая отличает ее от другой машин например вследствие сочетания высоких тягово-сыпленных свойств трактора выполненного по колесной формуле 4 на 4 его производительность гораздо выше производительности трактора с колесной формулой 4 на 2 эксплуатационное качество трактора можно разделить на три основные группы технико-экономические качества это нам показывает и определяет производительность и экономичность работы агрегата следующий технологический или агротехнический характеризующие приспособленность трактора к выполнению технологических требований вытекающих из слой работы следующее обши технические или обеспечивающие комфорт водителя и его безопасность техника экономические качества определяется в основном производительностью и экономичностью тракторного агрегата а производительность трактора характеризуется объемом выполненной работу за единицу времени при соблюдении заданных технологического процесса и может определяться например размером обработанной площади массой перевозимого груза я единицы времени это относится к автомобилям или транспортным средствам в соответствии с этим производительность оттенывается такими показателями как мощность двигателя запас крутящего момента и коэффициента приспособляемости диапазон тягу усилий и скорости движения следующий тип навесного устройства и вала отбора мощности экономический трактор определяется себе стоимостью выполненных работ и зависит от следующих показателей расхода топлива смазочных материалов и их стоимость затрат на заработную плату водителей расход на техническое обслуживание и ремонт размеров отчислений на амортизации в теории трактора рассматривается в основном вопросы топливной экономичности и ее зависимости от расхода топлива при различных эксплуатационных режимах потер возникающих при движении агрегата подбора диапазонов и количество передач других конструктивных и эксплуатационных показателей технологические или агротехнические качества представляет собой ряд связанных в основном ее проходимости и маневренности тракторных агрегатов в качестве показателей для определения проходимости используют давление на грунт буксование ведущих колес агротехнический и дорожный просвет тип и конструктивные особенности движителя высоту и ширину машины общее техническое качество связано в основном с обеспечением удобства работы и обслуживания санитарно-гигиенических условий и условий безопасности работы водителя они оттягиваются рядом показатели допустим уровнем шума уровнем вибрации уровнем запыленности и загазованности и созданием микроклимата в кабине и легкости обслуживания например плавность входа может быть отнесена к технологическим качествам поскольку она влияет на глубину обработку почвы заделки семян и другие потому что трактор в основном работе на поле там обязательно имеется неровность эта неровность обязательно влиять на плавность хода данного трактора и тракторного агрегата технико-экономическим так как обеспечивает надежность долговечность работы узлов и детали агрегата и влияет на производительность общетехническим поскольку от нее в основном зависит комфорт водителя повышение и научно-практические обоснования новых эксплуатационных свойств их измерителей а также понимание объективной связи между измерителями эксплуатационных свойств и реальными эксплуатационными качествами машин имеют существенное значение для совершенствования структуры автотракторного парка повышения плодороги почвы и урожая растений важнейшими эксплуатационными качествами изучаемые теории трактора и автомобиля и представляющими собой совокупность эксплуатационных свойств характеризующих отдельную сторону машины является производительность экономичность и проходимость теперь рассмотрим основные эксплуатационные качества эксплуатационные свойства измерителей эксплуатационных качеств и условия полного использования эксплуатационных свойств К эксплуатационным качествам относятся производительность. Для обеспечения производительности необходимо выполнять совокупность эксплуатационных свойств, как энергонасышенность. Энергонасышенность зависит от мощности двигателя. Тягово-степные качества, управляемые свойства, устойчивость, эргономические свойства, разгонно-тормозные свойства, надежность, ремонтопригодность. Существуют еще и измерители этих свойств. Энергонасышенность – это значит отношение мощности двигателя к массе машины. Чем больше это значение, тем будет лучше производитель данного машина-тракционного агрегата. Или энергонасышенность будет иметь высокое значение. Коэффициент сцепления – это зависит от состояния ходовых движителей. Кроме этого, а также зависит от состояния дороги. Сопротивление к качению, буксованию и коэффициент полезного действия ходовой части. Радиус поворота тоже имеет огромное значение при управляемости. Чем меньше радость, тем лучше будет управляемость данного машина-тракционного агрегата. Степень автоматизации управления основным механизмом и машин. Кроме этого, есть еще слои полного используемых эксплуатационных свойств. Для этого надо иметь полный набор рабочих орудий к трактору и рациональной структуры тракторного и автомобильного парка. Кроме этого, влияет еще шум, загазованность и запыленность в кабине и другие показатели. Вот на старых тракторах условий вообще не было. А сейчас уже шум стало меньше, загазованность тоже уже меньше стало, меньше около нормы. И запыленность в кабине практически отсутствует. И кроме этого, еще созданы хорошие условия для водителей. Ускорение и торможения. То есть ускорение оценивается значением ускорения. И кроме этого, путь, пройденный за время разгона. Число отказов в работе за определенное время. Периодичность и частота технического обслуживания. Число точек контроля системы трактора. А топливная экономичность тоже относится к качеству. А для выполнения этого необходимо иметь свойства. То есть автомобиль должен иметь или трактор должен иметь обтекаемость. А для этого есть коэффициент обтекаемости. Чем меньше коэффициент обтекаемости, тем лучше. Состояние дороги и другие. Кроме этого, еще влияет расход топлива на 100 километров пути. И автоматизация управления вождением машин на отдельном сборочном единице. И эргономический показатель влияет, и управляемость, и так далее. Проходимость. Это относится к тягово-степным качествам. То есть при проходимости трактор и транспортер должны преодолевать дорожные препятствия. Потому что при движении они двигаются не всегда на ровной дороге. Иногда и двигаются на неровных местностях. Поэтому трактор должен иметь хорошие тягово-степные качества и опорные качества. И кроме этого, они должны иметь агро-экологические качества, свойства. И конструктивно-дорожные свойства, и поворачиваемость. Это такие свойства. Прочность, приспособленность к агрегатированию с рабочими машинами и орудиями. И автоматическому управлению и другими. Производительность трактора, работающего в агрегате с навесными и прицепными орудиями, зависит от ширины захвата, от мощности или тягового сопротивления рабочих органов. И от средней скорости движения машино-тракторного агрегата. Таким образом, производительность определяется энергонасышенностью трактора и тягово-степными свойствами трактора. Кроме того, производительность зависит от степени утопляемости водителя за время работы, которая, в свою очередь, зависит от подрессоренства трактора и сидений. Защищенность водителя от газа, пыли и температуры окружающей среды. Легкость управления, то есть плаванность хода. Эргономическими свойствами, управляемость, устойчивость и другими свойствами. Все эти свойства проявляются с высокими показателями при условии, что поля ровные. Спланированные прямоугольные формы трактор оснащен полным набором машин и орудий. Все основные механизмы трактора работают без отказов. Т.е. тракторы имеют хорошие тяговые степени, качество, хороший коэффициент степления движения с дорогой или с почвой и коэффициентом сопротивления качения, глубины следа колес и гусеницы, и значением коэффициента полезного действия ходовой части. Производительность автомобиля определяется массой перевозимого груза или численностью пассажиров, а также средней скоростью движения. Значение и стабильность первого и второго показателей зависит от компоновочной схемы автомобиля. Мощность двигателя, надежность всех основных механизмов автомобиля, кроме этого и управляемости, и состояние дорожного покрытия. Трактор, имеющий высокие показатели, совокупность таких свойств, как тягово-степные, опорные, поворачиваемость и экологические, обладает высокой проходимостью, важным эксплуатационным качеством, обеспечивающим высокую производительность машин в слоях бездорожья, болот и влажной почвы. Доклада кончим. Благодаря за внимание. Продолжение следует...